Привет! Ты смотришь Универ Ньюс, а значит главные студенческие новости Казанского Федерального Университета не пройдут мимо тебя. Я Луиса Агдеева и мои коллеги собрали для тебя все самое свежее и интересное. В сегодняшнем выпуске тебя ждет. Стать бизнесменом будет проще. В Казанском Федеральном открывается лаборатория предпринимательства. Творина оку пока молодой. В КФУ наградили молодых химиков. Праздник к нам приходит. Как прошла новогодняя елка в Казанском Федеральном. Теперь каждый студент нашего универа может стать бизнесменом. Если ты молодой, амбициозный и можешь продать даже пожеванную швачку, то следующий сюжет специально для тебя. Развитие малого и среднего бизнеса является одним из самых приоритетных направлений экономики в Республике Татарстан и Российской Федерации. Именно с этих слов ректор КФУ Ильшат Гафуров начал очередное заседание ректората. В нашем университете в последнее время уделяется значительное внимание популяризации предпринимательства. Именно поэтому руководством вуза было принято решение в сотрудничестве КФУ с управляющей компанией Булатов Групп. Согласно подписанному документу в Казанском университете будет создана лаборатория предпринимательства. Мастер-классы, валютивная часть и самое главное обучение создания предприятий, чтобы нашими студентами желательно занялись сами бизнес-структурой. Это им выгодно, по той простой причине, что они получают носителей идей, тех людей, которых они сами еще и стены университета могут выбрать. Также одним из самых обсуждаемых вопросов на протяжении долгого времени остается повышение конкурентоспособности КФУ. Проректор по вопросам экономического и стратегического развития Марат Софиулин проинформировал коллег о рейтингах структурных подразделений, который был сформирован на основании реализации институтами и факультетами программы развития университета. Мы роль дорожной карты несколько снизили, поскольку, скажем так, был этап только ее разработки. Надеемся, на следующий год уже она будет играть основную роль при распределении систем поощрения. И основные компоненты, они вошли в программу развития. Видите, это образование, наука, международная деятельность. Каждая из них оценена одинаково внутри оклада. Также на ректорате обсудили пилотный проект открытого образования, который пока что реализуется в двух институтах – Институте фундаментальной медицины и биологии и Институте физики. Предполагается, что полный цикл электронных образовательных программ будет готов не позднее 1 сентября 2015 года. Кроме того, ректорат проголосовал за ходатайство перед ученым Советом ВУЗа о введении в составе крупных институтов статуса научного руководителя. Марта Луканина, Руслан Урманов, Леонардо Влетьяров, Юнивер Ньюз. КФУ теперь сотрудничает с крупнейшей в мире частной IT-компанией. Международная компания «САС» специализируется на разработке решений и услуг в области бизнес-аналитики. Какие это сулит перспективы и возможности студентам и преподавателям, смотри в следующем сюжете. Компания «САС» основана в 1976 году. В России она работает уже 15 лет. Это, безусловно, мировой лидер в области углубленной предсказательной аналитики. В настоящее время «САС» набирает кадровый резерв для своей компании, внедряя в ведущие в ВУЗы страны собственную академическую программу. Она нацелена на углубленное обучение преподавателей студентов КФУ, статистики и открывает участникам новые перспективы и возможности. У нас существует специальный фонд для тех студентов, аспирантов, которые сделали работы с привлечением программного обеспечения «САС». Мы рассматриваем эти работы и каждый год выдвигаем несколько из них и премируем либо поездкой на конференцию, участием в конференции, которая, бывает, что организуется непосредственно компанией «САС», бывает, что это международные конференции, посвященные каким-то математическим темам, либо мы пощаем их денежными призами. Базовым институтом для академической программы «САС» был выбран Институт вычислительной математики и информационных технологий, но в программе примут участие также химики и медики. Ректор КФУ Ильшат Гафуров подписал соглашение о сотрудничестве с компанией «САС». А это значит, что компания предоставит КФУ свое программное обеспечение, учебные, научные и информационные материалы. Кроме того, студенты, преподаватели и ученые, заинтересованные в изучении и использовании технологий компании, получат помощь в реализации научных проектов и трудоустройстве. Луиса Агдеева, Руслан Урозаев, Универньюз. Политические дебаты на путстве от защитников Отечества для будущих новобранцев, а также атмосфера Испанского королевства в набережных Челнах. Что нового произошло в студенческой жизни Автограда, смотри в нашем калейдоскопе. Студенты и выпускники, которые недавно вернулись из армии, встретились в стенах родного «Альма-Матер». Все это время, пока бойцы служили в рядах вооруженных сил, связь с ними поддерживала начальник отдела по социально-воспитательной работе Лейла Габдулина. Парни, которым еще только предстоит дать присягу, смогли пообщаться с дембелями, задать им интересующие их вопросы. Завершилась эта встреча напутственными словами и, конечно же, общей фотографией на память. Вопрос о том, как Россия и Европейский Союз должны сообща выйти из кризисной ситуации, бурно обсуждался на очередном собрании политического клуба. Ежегодно аудитория заполняется учащимися школ, которые так или иначе заинтересованы в данной теме. Студенты кафедры социальных наук подготовили свои доклады. В завершении круглого стола диспутанты должны были прийти к единому мнению. Кафедра филологии продолжает свои традиции. Все, кто интересуется испанской культурой, могли поприсутствовать на пятом юбилейном вечере Испанского королевства. Студенты подготовили презентацию о неизвестной Испании, рассказав всем присутствующим об интересных достопримечательностях страны, главных символах и, конечно же, о людях, которые там живут. Представили всем присутствующим целое шоу с театральной постановкой, танцами и чтением стихов. Вечер прошел весело и в душевной компании под испанские мелодии и смех. Что интересного произошло за последнее время в мире, тебе расскажет моя коллега Ралина Киряева. Итак, в мире. Саакашвили объявлен на Украине персоной нон-грата. По данным местной прессы, свыше трех десятков иностранцев больше не смогут приехать на Евромайдан. Компанию экс-главе Грузии в черном списке составил организатор болотных беспорядков Таргамадзе. В России. Бывший кабинет оружейного конструктора Михаила Калашникова, скончавшегося накануне на 95-м году жизни, станет его музеем. Обязательно оставим, будем делать маленький такой музейный уголок, сообщил Интерфаксу гендиректор концерна «Калашников» Константин Бусыгин. В Татарстане. Общественный транспорт Казани в ночь с 31 декабря 2013 года на 1 января 2014 года будет работать до 2 часов утра. С 30 декабря текущего года по 8 января 2014 года общественный транспорт будет работать по графику выходного дня, сообщает пресс-служба исполкома города. На этом у меня все. Спасибо, Ралина. Это были новости мира. Новка ФУ сегодня состоялась долгожданная для всех химиков церемония вручения Молодежной Арбузовской премии. Кто стал главным победителем премии за выдающиеся исследования в этом году, смотри в сюжете Алены Липиной. Оставить след в науке. Ежегодная Молодежная Арбузовская премия за выдающиеся исследования в области органической и элемента органической химии обрела своих новых звезд. Проводимая в этом году восьмой раз премия дает возможность молодым талантам раскрыться и привлекает ученых к исследованию в области химии, формируя кадровый потенциал для исследований производственной деятельности. Уровень работ, которые были представлены номинантами, очень высок. И финалисты представили работу, которую можно запросто внедрять на любое предприятие и получать грантовую поддержку. Каждая премия, которую получаются студентами, это определенный кирпичик в фундаменте того, чтобы человек мог здесь строить свою научную деятельность. Конкурс у молодых ученых в области химии является большим испытанием для участников. Много работ, требований, авторитетные жюри. В этом году победителем премии стал Бурилов Владимир, старший преподаватель Казанского федерального университета. Самое главное – это работа, причем упорная работа. Кроме того, это упорное написание статей, что немаловажно у меня не только в отечественных журналах, но и в журналах за рубежом. Я считаю, что это послужило основой для успеха. Вековечение памяти великих российских академиков Арбузовых – одна из основных целей премии. Говорят, что органическая химия 20 века в России – это химия Арбузовых. И, возможно, через несколько десятилетий мы скажем, что химия Нового века – это кто-то из этих молодых ученых. Алена Липина, Руслан Урозаев, Универньюз. Новый год все ближе и ближе. Праздник, дарящий волшебство, ждут все. Но больше всего радости Новый год дарит, конечно же, детям. Именно для них в КФУ проходят праздничные елки. С 23 по 26 декабря в актовом зале Института педагогики и психологии проходят новогодние елки для детей, преподавателей и сотрудников КФУ. Волшебную атмосферу для детей помогают создавать студенты Института филологии и искусства, а также Института педагогики и психологии. Восемь раз, дважды в день собираются дети наших коллег, которые веселятся, которые готовятся к встрече Нового года. И это очень приятно. Детей поздравляли самые любимые сказочные герои. Песни, танцы, хороводы вокруг елки и, конечно же, ожидания и чуда – вот что создавало новогоднее настроение для маленьких зрителей. Дети тоже не отставали и перевоплотили в своих любимых сказочных героев. Кто только не пришел на новогоднюю елку. И феи, и лисички, и серые волки, и даже черепашка-ниндзя. Меня зовут Глеб, и мне очень понравился Новый год. И Дед Мороз, и Снегурочка. И подарки очень понравились. Я рассказывал стихи про воробья и танцевал, особенно играл. Но самыми ожидаемыми героями для Тишек, конечно же, стали Снегурочка и Дед Мороз с праздничными подарками. Детишки заранее подготовились к встрече со сказочными персонажами, даже в очередь стихотворения. Новогодняя елка в КФУ не заканчивается еще два дня, она будет дарить праздник и взрослым, и детям. Луиса Агдеева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Это были все новости за сегодня. Обязательно смотри нас завтра, чтобы быть в курсе самых актуальных и интересных событий своего университета. Помни, кто владеет информацией, тот владеет миром. Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok